Всем привет, дорогие друзья! Меня как и раньше зовут Юрий, вы смотрите проект Pirok 1S, а сегодня мы поговорим о том, каким образом данные сохраняются на флеш-картах. Если этот образовательный ролик покажется вам полезным, если вам понравится, обязательно ставим лайки, обязательно подписываемся на проект, обязательно смотрим, что мы пишем в комментариях и пишем там что-нибудь сами, обязательно подписываемся на другие наши соцсети, ну и ближе к делу. Необходимость записывать информацию появилась даже раньше, чем появились первые электронные устройства. Так, ту же самую письменность можно считать способом записи информации. Те же самые книги – это способ хранения информации. Дальше цивилизация развивалась, технологии развивались, и необходимость сохранять информацию появилась уже при работе с электронно-чувствительными машинами. Информацию можно было записывать в разных вариантах. Можно было записывать информацию в аналоговом варианте, можно было записывать информацию в цифровом варианте. Когда мы говорили про аналоговую запись, логика строилась на том, что есть информация, записанная удобным нам способом или доступным нам способом, и потом мы эту информацию берём и перекодируем в компьютерный язык. Компьютер не может напрямую понять ту информацию, которую мы с вами передаём. Не может понять звук, не может понять изображение, не может понять видео. Для того, чтобы каким-то образом эту информацию перекодировать, используются различные способы дешифрации информации, как раз примерно как переводы на разные языки. Так можно было записать звук на кассету, а потом звук превратить в компьютерный код, двоичный код. Двоичный код, кстати говоря, напомню, что это череда единичек и ноликов, которые, собственно, и ориентируют нас на логику работы компьютера Двоичный код примерно эквивалентен по логике работы с азбукой Морзе На этой логике работает и весь компьютер и любое электронное устройство Есть сигнал это да, нет сигнал это нет И вот эта логика всегда должна сохраняться Поэтому если мы говорили только что про аналоговые способы сохранения информации То аналоговые способы сохранения информации должны перекодироваться где-то в цифровые Позже появились более совершенные варианты хранения информации Это CD-диски CD-диск работает как? Есть лазер и есть на диске бороздка Лазер бегает по этой бороздке, по этой дорожке На дорожке есть или провал, скажем так, яма, или ровная поверхность Если яма это, скажем, один, есть ровная поверхность, ноль Фактически мы записали двоичный код сразу на диск Примерно по такой же логике работают хард-диски, примерно по такой же логике работают и флопи-диски Правда, флопики записывают магнитную информацию С магнитными данными работать сложнее, там целые эпопеи Но сейчас не про это Мы все двигаемся к нашим флеш-картам Флеш-технологии на самом деле существует несколько Но сегодня мы поговорим про одну из самых популярных Это нанотехнология И, исходя из этой логики, мы, скорее всего, разберемся в последствии И с другими технологиями, которые применяются сейчас в промышленности и используются на производстве Логика не такая сложная Если вы примерно понимаете, как работает компьютер, и примерно понимаете, что формирует в нем информацию Вы легко сейчас сориентируетесь в той технологии, которую мы с вами обсуждаем Представим, что у нас есть флеш-карта Казалось бы, это небольшое устройство, в котором ничего нет В первую очередь, на что нужно обратить внимание, что флеш-карта, которая работает как раз по технологии хранения памяти флеш Не обладает дополнительным источником энергии Было бы логично, если бы у нас флеш-карта, как и, допустим, старые дендиевские картриджи, содержала батарейку Которая позволяет флеш-карте сохранять информацию длительное время Но такой батарейки нет Для того, чтобы полностью понять, как работает флеш-память, нам нужно вспомнить такой транзистор Транзистор — это полупроводниковый прибор Кстати, про полупроводники советую посмотреть в видео Оно в ссылочке будет, обязательно вспомните, как все это устроено, что такое полупроводник И вот транзистор — это полупроводниковый прибор, который, грубо говоря, может пропускать электрический ток или не пропускать Зависит это от того, подается ли управление на управляющий контакт или не подается Если питание подается на управляющий контакт, то транзистор открыт или закрыт Это зависит от типа транзистора, разные схемы И вот это простой транзистор Как вы понимаете, наша информация в компьютере хранится в двоичном коде Это единички, нолики и единички-нолики Для того, чтобы сказать, что у нас единичка есть, можно сопоставить эту логику работы компьютера с тем, что транзистор открыт. Электричество проходит, единичка есть, электричество не проходит, нолик. По этой логике на простых транзисторах можно было бы организовать устройство, хранящее информацию, но вот и состоящее именно из транзисторов. Но мне отметили одно но, это память недолговременная. Что это значит? Это значит, что когда питание с транзисторов мы сняли, транзисторы опять всю свою информацию, кто закрыт, кто открыт, потеряли, и возобновить доступ к этой информации у нас нет возможности. Даже если мы потом подадим питание, транзисторы уже работают так же, как они работали до этого. Они или всегда открыты, или всегда закрыты, в зависимости от PNP или NPN-типов. Флэш-память обязана своему появлению разработки так называемого полевого транзистора с плавающим затвором. Плавающий затвор позволяет сохранять информацию внутри этого транзистора. Как мы уже сказали, простой транзистор при подаче напряжения на управляющий контакт может или открываться, или закрываться. В зависимости от этого мы можем сохранять единичку или нолик. Транзистор полевой, с тем самым затвором, строится немножко по другой логике. Плавающий затвор это такая штука, которая сохраняется после того, как питание в цепи отключено. И когда питание отключилось, мы с вами можем информацию сохранить. При подаче напряжения на управляющий контакт он не просто перекрывает транзистор, а еще и создает некоторую зону, которая запрещает в дальнейшем выполнять переход. Электроны, которые идут у нас через нашу цепь с транзистором, перескакивают в эту зону, пока есть питание, а обратно перескочить из него не могут. Иными словами, при перескоке электронов в эту зону у нас транзистор запоминает, если это так можно сказать, то состояние, в котором он находится. Получается, что если такой транзистор закрыть, потом отключить питание и опять включить этот транзистор после этого, то транзистор сохранит свое состояние. Получается, что простой транзистор у нас бы это состояние потерял и информацию бы не сохранил. Транзистор вот такой вот с затвором эту информацию сохраняет, и ему известно, что он сейчас, например, закрыт или он сейчас, например, открыт. Плавающий затвор, по сути дела, представляет собой ловушку, в которую попали электроны и выйти из которой они самостоятельно не могут. Они попали в эту зону запрещенных переходов, мы сейчас не будем глубоко лезть в физику, мы будем разбираться с логикой работы именно флеш-памяти. И вот когда электроны попали в эту зону, они оттуда выскочить самостоятельно не могут. Получается, что транзистор всегда закрыт. А что это значит? Это значит, что когда мы включим этот транзистор в цепь в следующий раз, у нас он будет опять закрытым или открытым. Это будет ровно так же, как было до того, как мы это всё сохранили. Что это напоминает? Друзья мои, это напоминает тот самый CD-диск с полосочками. Получается, что у нас была полосочка, скажем, на диске глубокая, это был у нас нолик. Или там её не было, это была единичка. Там может быть путаница, не обращайте внимания, главное логику понять. Здесь такая же ситуация. Транзистор закрыт, это, допустим, нолик. Транзистор открыт, это, допустим, единичка. Появляется закономерный вопрос. Можно ли как-то эту информацию потом из транзистора из этого выбить, вытереть? Как-то можно электроны эти освободить? Конечно, можно. Затвор пропадает, если подать напряжение обратной полярности на наш управляющий контакт. Тогда транзистор открывается, информация стирается. Это эквивалентно удалению информации с нашего с вами флеш-накопителя. Сейчас мы поговорили про одну ячейку. Ну а дальше берём миллион таких транзисторов, объединяем большую схему, делаем микросхему, микросборку, объединяем в какой-нибудь там кляксу или привычный корпус. Получается флеш-память. И чем больше мы таких транзисторов напихаем, тем больше объём памяти мы с вами получим. Микроэлектроника развивается огромными темпами, огромными шагами, поэтому количество памяти на флеш-картах всё больше и больше увеличивается. Если мы вспомним ещё 10 лет назад, флеш-карта объёмом, скажем, 10 гигабайт или там 8 гигабайт, по-моему, была, считалась чем-то таким из рук вон волшебным. Сейчас у нас карта памяти по 150 гигабайт или даже больше, и это вполне нормальная цифра. А всё это возможно именно благодаря тому, что у нас есть возможность использовать полевой транзистор с плавающим затвором. Современные устройства способны сохранять информацию очень долго. Но, конечно же, это не бесконечные цифры. И флеш-память может когда-то, скажем так, истереться. Вот это вот количество электронов, вот этот вот затвор, он рано или поздно, ну говоря простым языком, ломается. Поэтому возможность записи информации на флеш-карту пропадает. Но, друзья мои, это такие сроки, которые нам осознать довольно сложно. Если постоянно гонять флеш-карту, она, конечно, рано или поздно и затрётся. Но современные транзисторы настолько хороши и настолько универсальны, что они позволяют обеспечивать долговременный доступ к этой информации и долговременную работу такой карты памяти. Ещё иногда возникает вопрос, а может ли информация сама удалиться с флеш-карты? Да, она может удалиться с флеш-карты и с флеш-памяти, но циферки там просто феноменальные. Ну и спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной. Если действительно так, не забываем делиться роликом, не забываем ставить лайки. Если вопросы остались, задаём их в комментариях. Ну и подписываемся на канал. До новых встреч. Всем пока.